Всем привет! С вами снова Елена Беседовская. Добро пожаловать на мою кухню, где мы с вами сегодня приготовим домашние рогалики. Этот рецепт отличается тем, что он очень прост. Мы здесь используем дрожжи, готовим на опаре и используем маргарин для того, чтобы всход был очень хорошим, чтобы изделие было очень легким. При бюджетном количестве ингредиентов вы получаете такой вот богатый результат. Это всего лишь пол порции того, что готовит обычно вот моя мама. Сколько много рогаликов? Здесь ровно 32 я посчитала. Пожалуйста, наслаждайтесь. При вас, для вас, все медленно и пошагово приготовим домашние рогалики. Дорогие друзья, вы мне часто пишите сообщения и одни хорошие, другие интересные, третьи хейтерские. Вот и вы знаете, вот эти хейтерские сообщения, они как правило подстегивают быть еще лучше. И вот одно из таких сообщений было, ха, ну вот вы приготовили, взяли просто листовое тесто из из магазина и приготовили, просто разрезав его. Ребят, но мы не ищем легких путей, вы это знаете. И поэтому сейчас мы с вами возьмем и приготовим дрожжевые рогалики своими руками от начала и до конца. Для начала мы приготовили вот такие ингредиенты. Что мне сегодня понадобится? Молоко, сахар, дрожжи, соль, ваниль, маргарин, яйца, просеянная мука, варенье абрикосовое с орешками. И вот это все будет потом нашим блюдом, которое называется рогалики домашние. Точное количество ингредиентов вы найдете у себя на экранах или внизу под видео, где, кстати, тоже есть красная кнопочка, которую нужно нажать, чтобы подписаться. И тогда вы будете получать мои новые видео, яркие, интересные, оригинальные. А сейчас мы с вами будем готовить. Что мы сегодня делаем? Для начала мы сделаем опару, соединяем дрожжи, сахар и немножко теплого молока. Размешиваем и даем опаре подойти. Пока опара подходит, я натру на терочке маргарин. Есть два варианта. Можно натереть мелко, а можно его распустить на тепленьком огне. Я выбираю первый. Дальше взбиваю яйца с сахаром и потом я буду все соединять. Просеянную муку, маргарин, яичную смесь и, конечно же, нашу опару. Когда это все будет собрано, я сделаю тесто и поставлю его на расстойку. Так, ну, делаем опару. Соединяем дрожжи, ложечку сахара. Обязательно ложечку просеянной муки и заливаем молочком. И щепоточку муки наверх. Ну, я не знаю, как вам это объяснить, но так делала моя бабушка. Оставляем на какое-то время нашу опару, чтобы она поднялась. Пока опара подходит, я натру маргарин на терочку. Кстати, маргарин я использую для того, чтобы тесто лучше подошло. Мы взбиваем яйца с сахаром. Следующий этап. Соединяем сухие ингредиенты муку, ваниль и соль. Перемешиваем все. А следующий этап. Мы перетираем маргарин с половиной муки в такую вот крошечку. Смотрите. Нам нужно придать заготовке некую сыпучесть, вот как у меня. Я держу в руках сердце нашего рецепта. Это опара. Видите, как она хорошо подошла. Чтобы у вас получился такой рожейный результат, вам нужно поставить опару в тепленькое место. Если ваша духовка, плитка поддерживает режим 30 градусов, то для ускорения процесса, развития и раскрытия дрожжей, можете поставить вашу опару в духовку. Мы собираем тесто. В нашу заготовочку добавляем опару, добавляем яично-сахарную смесь и остаток муки. Поехали! Итак, все ингредиенты собраны. Сейчас я буду вымешивать тесто. И если мне вдруг покажется, что не хватает муки, то я буду постепенно ее вводить, чтобы тесто получилось очень эластичное. Давайте посмотрим, как это получается. Есть такие рецепты, где говорят часто, муки сколько возьмет. Это как раз тот случай. Моя мама так делала, бабушка. Вот сколько нужно, столько докладывали на глаз так называемый. Я все-таки отмерила. Вот в этом рецепте у меня ушло 600 грамм муки. А вы, пожалуйста, следите за той мукой, которую вы покупаете. Это может быть совершенно разный результат. Поэтому насыпаем сначала половину муки, замешиваем тесто, а потом добавляем по чуть-чуть, по чуть-чуть. У нас в итоге должно получиться мягкое эластичное тесто. Вот такое, как у меня сейчас. Следующий шаг. Отправляем тесто отдыхать в холодильник на час. Я его завязываю в кулечек и оставляю место для его роста. Посмотрите, как у нас тесто подошло в холодильнике, чтобы вы не беспокоились. Вот такое красивое, большое, подошедшее тесто. Тесто я раскатала. Оно очень тоненькое, где-то высота 1,5 мм. И теперь я его буду разрезать на треугольнички. Для этого у меня есть мой помощник итальянский нож. Время добавлять начинку. В моем случае начинка служит абрикосовое варенье с орехами. А вы можете добавить и повидло, и все, что вам нравится. Использовать начинку можете разную. Вот у меня, видите, я прочиталась немножко, и абрикосовое варенье закончилось. И заканчивать я буду кизиловым вареньем с орешками. Теперь у меня будут рогалики с двумя начинками. Это же еще лучше, это в два раза лучше. Любуюсь, и это они еще не готовы. Посмотрите, какие все красивые. Мы сейчас оставим их отдохнуть, дать им немножечко подрасти. Потом их смажем яйцом, присыпем сахаром и отправим в духовку. Изделий получается очень много. Поэтому одного дыка не хватило. Делаем два. У меня на кухне тепло, поэтому рогалики поднимаются прямо на глазах. Духовка разогрета до 180 градусов. Я отправила рогалики. И сколько минут потребуется для их выпечки, я вам скажу чуть-чуть позже, когда они будут готовы. Открываем. Достаем. Есть. Итак, на изготовление такого чуда у нас пошло ровно 40 минут. Все зависит от вашей печки, как вы умеете не пользоваться. Посмотрите на это чудо. Легчайшие. Ароматнейшие. Вкусные. Но, конечно же, мы с вами попробуем. А сейчас давайте выкладывать. Вы знаете, что домашние рогалики – это прародители будущих круассанов. Одна разница. Дело в том, что домашние рогалики готовятся из дрожжевого теста, а круассаны – из слоеного. А давайте посмотрим, как наш рогалик выглядит изнутри. Зовите гостей, зовите свою семью, наливайте горячий чай и, пожалуйста, угощайтесь. Готовьте, как я, готовьте лучше меня, готовьте для своих любимых. С вами была Елена Беседовская. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, лайкайте, конечно же, комментируйте. Жду ваших рецептов. Мне с вами интересно общаться. Всего доброго. Пусть вам будет счастливо. А также смотрите новое видео, которое появится на ваших экранах. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok